Я сегодня поражаюсь мышлением наших экспертов, которые пугают нас мантюркизмом. А мантюркизм – это продукция российского интеллекта, это не турецкая продукция. Мантюркизм отрабатывались в дореволюционном генеральном штабе в Санкт-Петербурге, потом в Санкт-Петербургском университете, потом в Казани. Вы знаете, вся пантюркизм литература до Первой мировой войны в Турции издавалась на средства российского посольства. Все базовые основы тюркизма разработали мы, русские, через Татар, через Башкир, которые потом работали в Турции. Это почему мы исходили из этого? Почему? Потому что на территории Российской империи по отчетам охранки проживал 20 миллионов тюрок. Кстати говоря, сейчас почему-то цифра 20 миллионов. И мы считали себя тюркским государством в том числе. Вот когда появился союз тюркских государств, когда Лавров заявил, что Москва, мы тоже желаем быть членом союза тюркских государств и так далее, когда вроде бы договорились, что мы подаем заявление, нам придают статус наблюдателя, Эрдоган возмутился, он говорит, что русский станет главным в тюркском мире. Вот в чем проблема. Учитывая, что тюркских народов на территории России больше, чем в некоторых из стран-членов это организация. Это считается, но я имею в случае научного отношения к тюркскому. Этнически там разные происхождения, но это только язычные, что называются и так далее. Это не значит, что у нас украинцы, славяне, балканы и так далее. Мы совершенно разные. Вроде бы славяне, все возьмите Польшу. Мы не верим в эту идею, но она в свое время, она как пантюркизм, работала, сыграла как цитная революция. Почему царская администрация отработала чиноним пантюркизма, не дыла Османскую империю? Потому что Османская империя была многонациональным государством, многоэтическим государством. И когда турки, многотурки стали говорить об этническом государстве, они развалили свою империю. Это равносильно тому, что нам русским, живущие с Российской Федерацией, говорить, что мы ставим свою задачу строить этническое национальное государство только с помощью русских. Это конец России тогда. А турки нам показали, как можно строить, опираясь только на тюркский элемент, усвоив многонациональность, они развалили свою страну. Арабы ушли, курды ушли и так далее, и так далее. Посмотрите, что они, тем они водили и где они остались. Здесь очень тонкие моменты, которые нужно учитывать, на что нужно обращать внимание. К сожалению, я вам прямо хочу сказать, что меня удивляет, что почему-то наша история, я имею в виду национальную историю, советскую историю, сейчас эксперты и так далее, они очень слабо владеют матчащиками. Очень много мифологии, очень много штампов, восприятия и так далее. Вот это часто культивируется в средствах массовой информации, достаточно серьезных, да, там вот угроза Великого Турана, там Турция нацелилась на Россию, сейчас уже дойдет до Поволжья. В Сюртанции есть докторские сюртанции. Я недавно с одним докторантом говорил, ему показал факты, потому что я работал над этим. Если в Ленинградском, в Питере, в военно-исторической архиве, там есть фонд нашего русского намечения Гварнцова-Дашкова, закрытые фонды, там отработана вся схема. Каким Кавказ должен быть? Кавказ должен быть отделиться от России до Приволженцова-Дашковой. Как мы должны были использовать пантюркизм? Почему в эпохе Троцкого мы выдвинули проект о создании Чурской социалистической конфедерации с участием Турции и Азербайджана? Почему мы центром чурского мира сейчас, как пантюроризм, пантюркизм и так далее, все почему-то смотрят на Эрдогана? А я всегда с удовольствием смотрю на Баку, потому что уже в тот момент царские разведчики, царские этнографы, историки, геодезисты определяли как центр чурского мира Баку. Баку – центр чурского мира, вокруг которого должно развиваться, потому что географически расположен центр чурского анклава. А там, и более того, это более компактное исторически, более древнее проживание чурок. Если вы в Турцию поедете, ну, наверное, вы бывали в Турции, вы знаете, я поражаю всегда туда Турцию, западно-турецкие приезжать, не смотрительно на турецкие мечети. Они ездят за древностями греками, римлянами и прочее, за христианскими древностями и так далее. То есть, это чужая страна. Турки пришли туда, турки там не автохтонны. Ну, это их земля, кстати говоря, мы тоже создавали так империю. Это не упрек, не обвинение, это просто констатация факта. Надо исходить из этих очень моментов. Поэтому при выстраивании нормальных отношений России, в особенности с Турцией, у нас есть один прекрасный момент, что мы перестали быть заводчиками мифологии, которую демонстрируют Армения, которая пыталась внедрить и сломофобию, и туркофобию. Мы не тюркофобы, мы турцию хорошо знаем, мы говорим по-турецки даже. У нас очень много говорящих, я сам владею турецким языком, и азербайджанским, кстати, с удовольствием даже говорю об этом. Люблю этот язык. Я знаю очень многих таких, которые точно так же думают. Мы отлично понимаем, что у нас есть геополитические перспективы, которые, проекции этих геополитических перспектив в разных ситуациях, в разных условиях были прерваны. Сейчас появился шанс. Появился шанс действовать совместно. Действовать совместно на так называемом европейском серьезном пространстве. Вот, обратите внимание, турки, мы знаем, что турки никогда не получат статус европейцев. Никогда. Их очень много. Они могут, европейцы, их боятся. А мы их не боимся. Мы не боимся турок, понимаете. Нас пугать не надо. Армян, может быть, они боятся, их мало. А мы не боимся турок. Скорее всего, мы станем двухъязычным народом, с преобладанием сломянского элемента. Нам это не выгодно. То есть, это не представляет опасность. То есть, вы, получается, допускаете дальнейшую интеграцию Турции и России, может быть, в рамках какой-то даже организации? Нет, я допускаю, вы знаете, я допускаю амбицию. Здесь, в общем, за плечами России и Турции, опыт имперского существования. Это очень серьезно. Что такое империалист? Это не значит, что империалист худшим, в смысле всего. Это значит, ваша ментальность воспитана в определенных географических границах. Что называется? Я не ебал на Камчатку, но Камчатку никому не отдам. Понимаете? Вот точно так же думают Туру. Почему мы отказываем туркам вправить, точно так же думать? Вот тоже великая история за их плечами. И вы оттуда понимаете, что происходит? Мы играем, когда Турция... Я был, кстати говоря, в Анкаре, в мите. Я случайно оказался на митинге, где выступал Эрдоган. Там какая-то предвыборная компания. Мы кричем. Чем боже вы сварите отверди, бро? И он на Обаму. Он публично на митинге. Я был свидетелем, кто привел сюда русских. Что я, что ли? Это Обама привел. И так далее. Имеется в виду, в Сирию? Болезвенно воспринимает появление русских ВКС в Сирии. Почему? Потому что это историческая зона, которая входила некогда со славой Османской империи. Мы точно так же болезненно воспринимаем, что происходит на Украине. Это не значит, что мы хотим эту Украину завоевать и так далее. Но это наша зона и наших интересов. Мы хотели, чтобы там было все спокойно. Мы хотели бы контролировать эту зону. Но это не значит, что мы хотим управлять этими землями. Как и в собственном горе постсоветском пространстве. У нас сил нет и изживания нет. Абсолютно понимаете, заниматься этим проектом. Но совместно сотрудничать с историческими партнерами, у которых при всех конфликтных ситуациях исторических, это Турция, Иран, у нас получится. А как вы думаете, какие сдерживающие факторы станут основой для того, чтобы Турция и Россия были в полном смысле этого слова стратегическими партнерами? Потому что некоторые эксперты часто говорят, что да, это временный союз или временный брак. Что это как бы сиюминутная ситуация. И завтра может все скатиться на худший уровень. Все зависит, я сейчас скажу, что все зависит от реальных, оценки реальных намерений сторон. Как мы оценим Турцию? Если мы будем думать, что Турция строит Туран, и завтра или послезавтра на Красной площади Алах Акбар, турецкая раздастся, так мы ничего не построим. Если Турция будет думать точно, что русские хотят взять Константинополь и выправлять, и тоже ничего не выйдет, ни Алах Акбара, ни Константинополя никогда не будет. Стамбул как будет турецким городом, так и останется. И Москва останется. Ну а Стамбул становится интернациональным городом, там уже 300 тысяч русских живет. Понимаете? Там скоро в местном законодательном собрании появятся русские депутаты. Это мне вице-мер говорил Стамбула. Вы представляете, сколько? 300 тысяч русских. У них уже есть канал. Да, это серьезная цифра. А турок сколько? Сколько у нас, друзья, здесь в Москве? Нормальные ребята живут. Вы думаете, проблема именно восприятия? То есть нужно устранять эти фобии? Второй момент. Надо понимать, что вот эта имперская история, она давит. Понимаете? Вариант величия. Ей нужно смотреть, чтобы это очень бьет по амбициям турок. Вот, например, туркам когда сказали, Кавказ, 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 Сизиндей. И Эрдогану спрашивали. Мне это не наше. Суря, Суря, Бизиндей. Пожалуйста, Сизиндовский. Понимаете, какие вопросы? Радио Дам, нам мир построен, мы не собираемся Сирию делать в российской бубернии. Это всем понятно. Хотите, не хотите, Турция, соседние государства, там торговые, экономические связи и так далее. Рано или поздно при нормализации отношений между Сирией и Турцией восстановится все эти дипломатические и торговые, экономические отношения еще, может быть, более крепче, чем были раньше. Понимаете? Турция такая доминирующая страна и так далее. Потом есть еще один такой серьезный момент. Это признаки таких империй. Вы знаете, вот как на Ближнем Востоке говорят, что персы все поэты, арабы все пророки, а турки только солдаты. Турки, да? Турция укрепляет свою позицию. В том пазе, что турец, вот когда смотришь сейчас на заявление Эрдогана, и поражает друг друга. Два лидера, которые говорят, что мы готовы действовать. И начинает оказывать давление, давить на своих оппонентов, мягко говоря, на Западе. Это Путин и Эрдоган. И так у нас, несмотря на подозрительные заявления по Украине, какие-то нюансы, подозрительные какие-то, которые вызывают раздражение со стороны русских, моих коллег, экспертов. Ну, Байрактара, да? Да, Байрактара. Ну, мы Азербайджану продавали оружие. Мы молчали, а он продал, подумаешь, Байрактара продал. А так далее. Ну, надо было купить, либо Армении. Если бы Армении купили наши антибайрактаровские установки, бы никакого Байрактара там бы не было. Они быстрым сразу 20 мишеней поражают. Их же не было, а Армяне же отказались покупать их. Вот и все. После этого кричали, Байрактар там подают. Мы договорились, что мы не мешаем друг другу. Если бы вы раздолбали Байрактара в Карабахе, русским оружием, Байрактар бы никто не купил. Вы говорили про Путина и Эрдогана, что, наверное, вот именно их политическая культура, личность как-то сближает их. То есть они видят друг другу практически свое отражение. Да, они по-своему, по-своему восстанавливают. Но Россия после бешеной катастрофы, Советский Союз развалился и так далее. А Турция до сих пор переживает синдром поражения Первой мировой войны. Вот когда она потеряла эти части своей территории, и Эрдоган на арабов смотрит как-то свои высшие подчиненные, хотя они живут совсем другой. И у Сирии он ведет себя так, как ментор. Они пытаются укрепить свои позиции, вернуть это им величие. Это не значит, что они в географические границы будут возвращать эти империи, но они хотят поднимать свою роль. И действуют, идут параллельным курсом. Так в истории России и Турции всегда бывало, часто бывало. В средние века, после 17-го года, Ленина, Татюрка и так далее. Потом мы разошлись сюда, а теперь мы идем по совместным курсам и так далее. У нас очень много общих интересов. Потом у нас нет проблем территориального типа. Турки отлично понимают, что мы не пытаемся захватить пять земли турецкой, которые считают, нам это не нужно, у нас много земли своей. Зачем это надо? В то же время мы отлично понимаем, что есть красные линии, которые никогда не переступили Турции. И поэтому мы с пониманием относимся к позиции Турции. В другой момент, что мы относимся осторожно к сепаратистским движениям, к курдскому вопросу, мы до сих пор, как мне представляется, не определились окончательно. Потому что если американцы определились, Запад определился. Потому что если мы определимся, будем поддерживать сепаратизм курда, то мы, конечно, несем сильнейший удар нашему партнеру, потенциальному союзнику Эрдогану или же его и каким-либо преемником. Такого Россия вряд ли поступит. А вот другое дело было, что эти народы, которые заявляют о себе, которые уже определились в идентичной, исторической и так далее, они должны получить особый статус. Их держать уже в таком загонном состоянии, как это было прежде, уже не удастся. В том числе, кстати говоря, и армян, азербайджане, которые имели на городе Караваса автономию. Я бы написал, почему вы не хотите вернуть статус автономии сейчас? Они же не уходим, верните, отработайте с Конституцией и так далее. То есть здесь очень серьезно таких нюансов про работу. Если вы хотите жить вместе, нужно менять отношение к другу. Если вы не хотите жить вместе, другой вокруг. Спасибо большое, Станислав Николаевич. Я очень благодарю за эту интересную беседу. Я думаю, наши зрители узнали много важного и полезного от человека, который не только является и научным деятелем, имеет знакомство с первоисточниками, но и непосредственно был в этих краях, о которых он рассказывает. Продолжение следует...